Всем привет! С вами я, Денис Давыдов. Прошел очередной европейский осенний аукцион антиквариата. Было много замечательных предметов, среди которых и награды Российской империи, которые помогут вам представить современный рынок имперских наград. Поехали! Ну что, господа, прежде чем начать, хочу вам напомнить, что данные цены не являются окончательными, потому что в каждом аукционе есть комиссия, поэтому для окончательной стоимости не забудьте прибавить 15%. Ну что, поехали! Книга-памятка запасного, третье издание об обязанностях солдата Российской империи. 96 страниц, 1907 год. Уход составил 60 евро или 4500 рублей. Следующий лот. Коллекционные открытки погонов и званий Российской империи в количестве трех штук. Цена 82 евро за штуку или 19 тысяч рублей за три. Это очень редкие и желанные открытки коллекционера предметов армии Российской империи. Отсюда и цена. Поздравляю покупателей. Следующий лот. Медаль за усердие. Николай II. Серебро. Российская империя. Начало 20 века. В комплекте полный сбор с петлей, колодкой, что нечасто. Уход составил 95 евро или 7500 рублей. Действительно прекрасная цена за великолепный лот. Следующий лот. Медаль за походы в Средней Азии. 1853-1895 год. Вторая половина 19 века. Николай II. Тираж медали 10 тысяч штук. Бронзовой медалью награждались военные и ополченцы, не успевшие попасть в реальные бои. Врачи, священники, чиновники, имеющие отношение к данной войне. Серебряные реальные боевики. Уход составил 185 евро или 14200 рублей. Отличная цена для этой медали и данного тиража. Следующий лот. Медаль «Красный крест» для военврачей и всех людей, имеющих отношение к уходу за ранеными, участвовавших в русско-японской войне. 1905 года. Серебро, эмаль, 7,9 грамм. Николай II. Диаметр 25 миллиметров. Уход составил 210 евро или 16200 рублей. Следующий лот. Медаль за усердие. Александр III. Медь по золоту. 1886-1894 год. Мастер Грилихес. Санкт-Петербургский монетный двор. Нечастая медаль. Бывает и серебряная, и золотая. Уход составил 250 евро или 19300 рублей. Следующий лот. Медаль за усмирение в Венгрии и Трансильвании. 1849 год. Серебро. Вторая половина XIX века. 10,61 грамма. Настоящая боевая медаль. Выдано 212 330 штук. Уход составил 260 евро или 20 тысяч рублей. Следующий лот. Медаль в память русско-турецкой войны. 1877-1878 год. Серебро. Масса 12,45 грамм. Вручалось лицам, участвовавшим в обороне Шипкинского перевала, блокады Баязета и осады Карса. Не частая. Тираж 83 334 штуки. Уход составил 300 евро или 23 тысячи рублей. Кстати, надпись «Не нам, не нам, а имени твоему». Значит, дать России славу и могущество ради милости и истины Господней. Это говорит, что Россия не только могущественная, но и справедливая. Следующий лот. Медаль за спасение погибавших Николая II. Выдавалась с 1904 по 1915 год. Санкт-Петербургский монетный двор. Медальер Васютинский. Редко и понятно почему. Когда нет СМИ, и огласки получить такую медаль затруднительно. И тираж ее составляет 30 тысяч штук. Подобная медаль есть и в Российской Федерации. Уход составил 550 евро или 42 тысячи 500 рублей. И, наконец, заключительный топ-лот. Орден Святого Станислава, вторая степень, золото, эмаль, фирма Эдуард. Девиз «Награждая, поощряя». Это самый распространенный орден Российской империи. Его тираж 92 тысячи штук. Орден требует ремонта. Уход составил 1050 евро или 81 тысяча рублей. Конечно, еще существует очень много медалей и орденов по гораздо большим ценам. Но по свежим аукционам мы можем увидеть, что реально купить здесь и сейчас, и за сколько. До новых встреч, друзья. С вами был я, Денис Давыдов. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok